Доброго времени суток! С вами по-прежнему Арталаски. И сегодня мы продолжим делать 2D игру на 5й Юнити. Но прежде чем я начну, хотелось бы порекомендовать канал EconDude. Там вы найдёте уроки по созданию игр в геймейкере, примеры игры, ну и многое другое. Так что переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Ну а я продолжу создание игры на Юнити. И прежде всего хотелось бы ответить на ваши часто задаваемые вопросы, которые появились сразу же после выхода первого видео. И самый частый вопрос, который мне практически целыми днями бомбили в личку, это где же взять эти чёртовые стандартные асситы и как их установить в ваш проект. На самом деле всё это очень просто, нужно нажать Control 9, чтобы перейти вот в эту вкладку Asset Store. Можно, конечно, просто сюда перейти, но её здесь может и не быть. Поэтому Control 9 более универсальный вариант. А так, можно эту вкладочку отсюда вот так вот вытащить и растянуть, чтобы как бы всё здесь поместилось. Выбираем здесь последний пункт с Юнити. И вот они, стандартные асситы. Нажимаем кнопку Download, оно у вас скачается. Здесь примерно 200 мегабайт, вот 192,5. И после того, как оно у вас скачается, у вас здесь будет написано Import. Нажимаем Import. У вас будет что-то вроде вот такого-то окошка, что всё вот это вот компилируется. Точнее, распаковывается. Чё-то мне уже глючит. И появится в конце вот такое диалоговое окно, в котором мы можем выбрать, какие из асситов добавить. У меня сейчас просто какой-то пример из ассит-стора, который просто качать 200 мегабайт ради примера не стал. А есть суть в том, что мы можем галочками убрать те моменты, которые мы не хотим экспортировать. Например, мне нахрен не нужна эта документация. Всё равно её никто никогда не читает, только заядлые программисты. И настройки проекта я тоже не советую добавлять, но здесь, знаете, такой вот ход конём. Не добавив настройки проекта именно из того ассита, который вы импортируете, есть большой шанс того, что этот ассит у вас будет работать некорректно. Но, если вы добавите эти настройки проекта в уже существующий проект, то есть тоже достаточно большой риск, что именно он не будет у вас работать после того, как вы добавите вот этот новый ассит. Поэтому лучше всегда отключать эту галочку, либо делать какие-то сторонние бэкапы, потому что, ну, всё это дело очень такое неприятное, когда все эти настройки сбрасываются, сбиваются, и потом приходится либо всё восстанавливать, либо переносить на чистый проект. А для новичка это будет вообще полный ад. А, в общем-то, в конце мы нажимаем кнопку импорт, и всё у вас сюда добавляется. Ну, а теперь перейдём ко второму вопросу, как правильно работать с этими пиксельными спрайтами. Вообще, я уже делал видео, в котором показывал, как правильно экспортировать спрайты из фотошопа в Юнити, чтобы здесь ничего не размывало, нормально скейлилось, и всё в таком духе. Но для полноты картины я покажу это ещё и здесь, вдобавок с несколькими другими, так сказать, вариантами. Предположим, есть у меня вот такой вот фон, а я его уже сохранил в PNG-формат. Теперь мне его нужно только перенести как бы в сам проект. Для этого я беру какую-нибудь папку. У меня здесь уже созданная папка с проектом, где хранится, так сказать, вся готовая графика. И та графика, которую уже надо экспортировать в проект, у меня она вот отдельно и называется экспорт. И, в общем-то, отсюда я уже переношу всё сюда. Так вот, добавился у меня спрайт, а точнее, можно даже сказать, фон, тайл, большой такой кусок тайла. Но если я его сейчас вот сюда вот так попробую перенести, то ничего у меня не получится. А потому что здесь у меня сейчас стоит тип текстуры по дефолту, и как бы юнит ещё не знает, что вообще с ним делать. Поэтому в типе текстуры выбираем спрайт 2D and UV. Здесь, в принципе, трогать сейчас ничего не надо, потому что спрайт-мод как бы уже изначально стоит сингл, то есть единичный. А так как у меня здесь всего лишь один кадр, так сказать, то есть одно единственное изображение, это не набор из нескольких спрайтов, как, например, вот этот вот спрайт-шит, если можно так выразиться. То здесь, конечно же, будем выставлять уже другие настройки. И теперь было бы неплохо этот фон добавить, как бы, вместе с движением персонажа. В общем, чтобы когда двигался персонаж, фон двигался вместе с ним, и тем самым как бы образовал такой вот маленький эффект параллакса. Здесь уже есть что-то вроде папки Юи, поэтому именно здесь... Так, забыл здесь принять. Нажимаем Apply, чтобы все эти нововведения как бы сохранились. И возвращаемся к Юи. Значит, здесь уже создаю новый, так сказать, элемент, нажимаю правой кнопкой мыши на вот этой вот строчке. И здесь во вкладке Юи меня интересует Canvas. Я его сразу назову ABackground. Ладно, просто BG, а также 0.1. И как бы видим, что он у нас здесь достаточно крупного размера, что нам как бы вовсе не подходит. Сейчас у нас этот Canvas, он находится поверх изображения. Но так как это фон, нам нужно сделать наоборот, чтобы он был как бы за этим изображением. Поэтому в Render Mode мы изменяем на Screen Space Camera. И в Render Camera выбираем нашу единственную Main Camera. И, пожалуй, я погрячился, создав его здесь в папке Seoi. Давайте его отсюда вытащим. И нажмем Reset Position. Но, как бы сам Canvas у нас не имеет изображения, поэтому нам его сюда нужно добавить. Правой кнопкой мыши на него нажимаем. Опять же, Юи Image. Кстати, обратно надо переименовать в BG. Переходим на этот Image. И, собственно, выбираем саму картинку. А у меня это уже готовый вот этот Background. И видим, что здесь у нас какой-то очень маленький и такой вот стянутый в квадратик. А нам нужно это исправить. Поэтому нажимаем вот здесь. И выбираем вот эту функцию, которая растягивает как бы все изображение на весь Canvas. И вот в этом Transform'е я сейчас везде как бы ставлю по нулям. Вот, тогда он у меня более-менее корректно растянулся. Сейчас, если я буду приближать, то вижу такое вот мыло. Как бы, что спрайты достаточно... Точнее, пиксель достаточно плохо как бы сохранились. И так вот все размыто. А значит, как это исправить? Идем в само изображение. И во вкладке Filter Mode выбираем Point No Filter. Теперь, если я приближу, то вижу как бы вот такие вот четкие уже края. В противном случае они были вот что-то вроде такого. Отлично. Теперь нажимаю Apply. Готово. И теперь в самой игре как бы вот он наш фон, который остается на месте. А и как вы видите, получается не то чтобы пролакс, но как бы сам эффект глубины, он как бы остается. И это смотрится достаточно прикольно. То есть вот такими вот простыми действиями уже добавили сюда фон. А позже можно добавить сюда еще отдельные слои для фона. Что я, впрочем-то, и сделаю. Но сейчас как бы есть большой резон добавить уже анимации именно персонажей, которые мы рисовали в предыдущих видео. И уже как бы анимировать его, чтобы бегать не вот таким вот роботом, а бегать уже нашим пиксельным персонажем. Ну, теперь что касается анимаций, которые мы сейчас будем экспортировать. У меня они как бы здесь есть и в PSD формате, так и в GIF. Но в GIF, я сразу говорю, лучше использовать для демонстрации. В Unity, допустим, в GIF засунуть все равно не получится. А вот такие вот файлики по одному их уже получится засунуть. Но, опять же, это как бы немножечко не то. А в идеале должен быть такой вот спрайт-шит. То есть, допустим, опять же, вот его покажу. То есть, спрайт-шит это набор из спрайтов, которые образуют как бы, допустим, анимацию. А у меня здесь конкретно спрайт-шит анимации, как этот персонаж просто стоит. Для тех, кто не знает, что такое спрайт, так как тоже были вопросы в предыдущем видео. А как бы спрайт это просто какое-либо 2D изображение. То есть, грубо говоря, изображение, спрайт, тайл, текстура, это практически все одно и то же. И имеет такие незначительные уточнения. Поэтому, просто как бы не заморачивайте себе голову. В принципе, спрайт практически то же самое, что и анимация. То есть, спрайт практически то же самое, что и анимация. Она может создать как из единичного кадра, так и из нескольких. Ну а про все остальные определения мы уже подойдем, когда, точнее, ближе к ним уже подойдем, чтобы наглядно можно было показать. Вот тогда я уже про них и расскажу поподробнее. А сейчас нам нужно сделать как бы из анимации вот такой вот спрайт-лист. Сделать это можно как вручную. Давайте, в принципе, сейчас на примере прыжка покажу, как это сделать вручную. Значит, открываем спрайт, точнее, новый документ. Пока не знаю, какой это будет размер. Ну, значит, предположим, давайте, в общем, высота у нас спрайта здесь 32, поэтому и высоту можно поставить 32, чтобы все это было увидеть так вот в одну строчку. И так как у меня здесь уже стоит сетка распределенная как бы 32 на 32 пикселя, а если вы не знаете, как сделать такую сетку, посмотрите вчерашнее видео, я там все подробно про это рассказывал. И теперь как бы все эти спрайты я копирую, сюда вот вставляю. И единственный минус в том, что у меня здесь прозрачный фон, поэтому полностью как бы вот эти 32 на 32 пикселя, они не скопируются. А поэтому придется здесь это вот так вот вручную редактировать. Так, у нас тут получилось всего 5 кадров. Сразу так обрезаю. И как вы видите, у меня сразу за счет сетки привязывается кадр, а точнее рамка к кадру. И поэтому с размерами тут уже как бы не прогадаешь. И вручную в принципе можно делать такие вот вещи, когда кадров реально вот мало, как бы их немного. Но когда уже там кадров например 15-20, это как-то уже напряжно. Отлично, теперь этот фон как бы я просто отключаю и сохраняю уже в PNG формат. Но есть еще один вариант, который наиболее удобен. А я вообще, не знаю, часа два примерно искал подходящий софт или какой-то онлайн сервис, чтобы создавать вот такие вот спрайт-листы достаточно быстро и как бы не париться с ними вручную. И знаете, есть очень много разных инструментов, скриптов, каких-то там сервисов. Ну блин, да это все такое дерьмо, что пользоваться этим либо неудобно, либо как-то, ну не знаю, вообще бред какой-то. А некоторые у меня вообще не захотели корректно работать. А поэтому я нашел решение, скачав GameMaker 8.1. Суть в том, что вам хватит даже бесплатной версии, то есть вы ее абсолютно бесплатно скачать можете. А и здесь есть такой интересный инструмент, который как раз вот создает вот такие вот спрайт-листы. Значит нажимаем Create Sprite и нажимаем Load Sprite. А не самый удобный как бы проводник здесь, но тем не менее найти можно. Я сюда могу загрузить как например GIF, так уберу Remove Background, и у меня этот GIF сразу же разобьется как бы на вот эти вот кадры. Либо выбрать сразу как бы несколько файлов, и из них он уже сделает тоже мне как бы анимацию. Вот так вот. Ну и здесь скорость для просто предпросмотра на саму анимацию она как бы здесь не влияет. Давайте загрузим сразу какой-нибудь нужный спрайт. Допустим бег вот этого чудика. И видим вот что у нас вот он тут бегает. А нажимаем кнопку Save the Sprite. И он нам сохранит вот под таким названием Strip 7. То есть это значит, что здесь 7 кадров. А если сейчас поймете в чем вообще смысл. Значит сохраняю так же. Ну сразу давайте сюда же в принципе сохраним. Окей. А и значит суть в чем. Создам просто новый спрайт для примера. Нажимаю Load Sprite. И видите, как бы здесь уже как бы такая полоска из вот этих кадров, о которых я вам говорил. Но когда я на нее нажимаю, он уже как бы тут бегает. То есть это не просто какой-то одиночный файл, а уже прям целая анимация. А я нажимаю, и он мне эту полоску сразу разрезает на вот эти вот кадры. Такая вот фишка движка. В общем достаточно удобная тема. И давайте теперь, собственно, этот файл ставим уже в сам Unity. И кажется у меня это сейчас не получится. Окей. В таких случаях просто сохраняем проект. Либо нажимаем Ctrl-S. И выходим отсюда. Вот так вот и приходится работать и точно так же снимать видео. Надеюсь, что в скором времени все-таки приобрету себе мощную такую машинку. Как раз для монтажа, для записи. И сами видео тоже будут уже качество намного лучше. Но пока что я машина этого не позволяет. Так, вот о чем я и говорил. Наш спрайт. Сюда его переносим. И значит, делаем такую вещь. Во-первых, мы его переименовываем. Для этого я прям на название один раз нажимаю. И все. А значит у нас это будет Enemy Blue Ram. То есть синий враг бежит. И как-то здесь слишком много по названию. Давайте сделаем так. Чтобы как бы уже можно было по названию понять, что это за анимация. Что она из себя вообще представляет. А здесь в Unity, если я его сразу перетащу. Опять же, ничего абсолютно не изменится. А поэтому сразу выбираем спрайт и выбираем Multiple. Окей, Apply. А теперь даже если я буду вот так перетаскивать, все равно нельзя. Почему? А потому что нужно в режиме Multiple его как бы сначала разрезать. Для этого нажимаем Sprite Editor. И здесь есть кнопка Slice. А если поставить автоматик, он как бы вот так вот нам его разрежет. Но, так сказать, по своим каким-то там стандартным методам. Чтобы занимало меньше всего места. Это удобно, когда у вас большие какие-то спрайты не анимированные. То есть, например, какие-то препятствия, тайлы, деревья, пеньки и так далее. То есть, для этих целей это весьма-весьма удобно. Но для анимации все-таки лучше использовать фиксированный размер. А вторую функцию Grid Byte Cell Size. У меня, если я не ошибаюсь, здесь 32 на 32 пикселя. Нажимаю Slice. И я ошибся. Попробую 64 на 64. Тоже многовато. Ага, вот. 48 на 48. А значит, еще такой момент. Можно использовать третью функцию. По количеству, как бы, вот этих вот ячеек. Сразу сейчас нажму Slice, чтобы, как бы, это все сбросилось. И получилась, как бы, вот такая одна большая ячейка. Вот. Но здесь, давайте посчитаем. 3, 6, 7 кадров. Поэтому нам здесь нужно выставить 7 колонок. И, как бы, одна строчка. Так как у нас здесь все в одну строчку. И он нас сам уже, как бы, подобрал размер, чтобы весь этот кадр, весь этот документ разрезать на 7 равных частей. Еще здесь есть такая важная функция, как пивот. А я ее рекомендую у персонажей ставить внизу. То есть, где-то вот здесь вот. На всякий случай, еще раз нажму Slice. И нажимаю Apply. Все, закрываем Sprite Editor. И теперь, видите, появилась вот такая вот стрелочка. Я ее нажимаю, и у меня появляются все вот эти вот кадры. Я могу на любую из них сейчас нажать. Посмотреть их. И, видите, сейчас он все равно еще размыт. Потому что мы здесь забыли сделать вот такую вот штуку. Снова нажимаем Apply. И я думаю, это еще не все, что мы сейчас сделаем. А давайте вот для начала все добавим. И смотрите, просто какой он здесь мелкий. Его тупо просто не видно. И, в первую очередь, хотелось бы сделать, чтобы, как бы, этот персонаж занимал, так сказать, вот эту вот клетку полностью. Для этого в этом файле, Pixel Spare Unit, мне нужно выставить то значение, которое здесь стоит, как бы, в ширину. Если я не ошибаюсь, здесь у нее 48. Ставим. И он у меня, как бы, стал намного больше. И, видите, вверх. А вот эта рамка персонажа, она выросла до вот этих вот ячеек. Вот. Это, в принципе, то, что мне нужно. Но если я отдалю, как бы, все равно видно, что персонаж достаточно мелкий еще. А поэтому сейчас его можно, в принципе, растянуть в два раза. Хотя это как-то маловато. Давайте побольше. Допустим, в три. Отлично. Вот уже практически имеет тот же размер. И, чтобы так не подбирать, можно, в принципе, как бы, сразу вот так вот увеличить, удерживая Shift. И здесь подставить ближайшие значения. Ну, например, давайте 5 на 5. Вот такой вот большой бугай. Но такой момент. Нет, все-таки мы делаем все в пикселях, поэтому хочется сделать, чтобы все это было, как бы, грамотно. И пока что без апскейла. А поэтому ставим здесь все на единицу. И давайте добавим именно саму анимацию. Анимация добавляется вообще очень просто. Мы выбираем необходимые нам кадры, в данном случае все. И просто, удерживая левую кнопку мыши, их сюда перетаскиваем. И нам предлагают сохранить новую анимацию. А называем ее так же EBRUN. Нажимаем сохранить. У нас появляется два файла. Собственно, сама анимация и контроллер анимации. Об этом уже чуть-чуть позже. Если я теперь нажму на этого персонажа, здесь появилась сразу функция аниматор. Точнее, не функция, а как бы сам компонент аниматор и спрайт рендера. Но на предыдущем файле он как бы тоже есть. Но здесь нет аниматора. А суть в чем? Значит, используя этот аниматор, мы сможем делать различные анимации и настраивать переходы между ними. Но об этом я уже расскажу в следующем видео, потому что это и так уже достаточно затянуто. Поэтому сейчас я просто его увеличу снова в пять раз. Поставлю его сюда. И просто включу саму игру, чтобы посмотреть, как он будет бегать именно в игре. Так, чуть-чуть подлагивает из-за записи. И уже видим, как здесь вот такие вот приколюхи происходят. Вообще, такая проблема решается довольно просто. Нужно выставить некоторые настройки. И сейчас мы, собственно, это и сделаем. Значит, нажимаем на спрайт. И здесь в инспекторе есть такая галочка. Ее нажимаем. И здесь нам нужно выбрать режим. В данном случае это какой-нибудь RGB без сжатия. То есть, без вот этой приставки Compressed. И с альфой. То есть, просто вот эти, например, RGB нам не подойдут. Иначе не будет читаться альфа-канал. А и, соответственно, фон за персонажем будет как бы его белый фон. Ну, для примера давайте оставлю. Вот видите, такой вот белый фон сразу появился. Если же оставить какой-то у нас был с компрессией, то фон, конечно же, убирается. Потому что здесь приставка A, то есть альфа. Ну, и видим, как здесь вот такая вот ерунда происходит. Поэтому здесь мы ставим RGB без сжатия. А либо 16-бит, либо 24. Но, опять же, он нам не подойдет, потому что без приставки альфа. Поэтому выбираем что-то из вот этих вот двух. Я выбрал 16-битный с альфа-каналом и без сжатия. А как бы нажимаем Apply. А, кстати, здесь можно даже поменьше сделать максимальный размер. Ибо размер этого спрайта 32 на 32. Apply. И смотрим. Теперь все воспроизводится нормально, без всяких пиксельных искажений. То есть все у нас теперь отлично. Ну, а на этом, я думаю, это долгое видео уже можно наконец закончить. Мы сделали не так много. Но, тем не менее, очень много уже узнали. Следующее видео по Юнити выйдет примерно в четверг. И вообще будет выходить примерно, как бы, по вторникам и по четвергам. Скорее всего, будет чаще. Но, как бы, это такой вот минимум. Ну, а с вами был Арталаски. Подписывайтесь на мой канал. Вступайте в группу ВКонтакте. И делитесь этим видео со своими друзьями. Ну, и не забудьте посмотреть те видео, которые я выкладывал ранее. Там тоже много интересного и полезного. И да, не забывайте, что видео выходят каждый день. Поэтому заходите сюда почаще. Ну, а если захотите поддержать канал материально на покупку нового железа, то все кошельки указаны в описании. Заранее вам спасибо. Ну, что ж, на этом теперь точно все. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok